Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы углубленно изучаете исламоведение уже много лет. Расскажите, пожалуйста, в какой момент вы поняли, что это именно то, чем вы хотите заниматься? Как получилось так, что я стал этим заниматься? Когда я искал университет, где я хотел бы учиться, это было в то время, когда еще не было ЕГЭ, нужно было в каждый университет сдавать экзамены отдельно, я нашел одно из гуманитарных направлений, которое называлось «Востоковедение». Так как я был с Татарстаном, я учился в Петербурге, я думал, ну, татарский – это тоже такой восточный язык, арабский, как мне казалось, такой же, как татарский, или татарский – такой же, как арабский. Поэтому думал, что мне будет намного проще со знанием татарского языка. И как раз подал документ туда, прошел, поступил. Конечно, в первый же день занятий я понял, что никакой связи и ничего общего между арабскими и татарскими с точки зрения языка нет. Но, тем не менее, как раз начиная заниматься арабистикой, то есть это как раз специалисты по арабскому Востоку, с третьего курса, пять лет мы тогда учились, у нас была специализация, и вот я как раз стал заниматься изучением ислама. То есть у нас было всего шесть человек в группе, и каждый из ребят занимался каким-то своим направлением. То есть мы выбирали просто в зависимости от того, какие интересы были у каждого. Кто-то, опять же, из одногруппников занимался экономикой арабских стран, кто-то искусством, кто-то культурой. Вот мне так получилось, что я занимался исламом, и, в частности, положением женщины в исламе. Это здорово. А как часто вы сталкивались с религией в детстве? Возможно, был какой-то момент, который вас прямо-таки привел к этому в детстве, что-то на вас повлияло? Да, безусловно, безусловно. Мое детство пришлось как раз на период развала Советского Союза, и в момент, когда вот так вот, уже выражаясь такими шаблонными выражениями, большое количество людей захотели заполнить вот тот религиозный вакуум, который образовался в период 70-летней атеистической пропаганды. Большое количество было людей, которые ходили буквально по домам у нас рядом с домом, даже поставили шатер большой, где проводили пропаганду, ну или проповедь, наверное, в более мягкой форме это можно высказать, иеговисты, организация, которая была, которая называлась Watching Tower. И у меня очень подкованный, очень эрудированный отец. Я был свидетелем дискуссий между представителем вот этих вот религиозных течений и моего отца, который очень, слово, наверное, профессионально здесь не совсем уместно, но тем не менее, очень профессионально отвечал на разного рода призывы, попытки как-то манипулировать и так далее. Мне это очень дело понравилось, поэтому, в принципе, мне с раннего детства было очень интересно гуманитарное направление, в принципе, и вот такое около религиоведческое, наверное, философско-религиозное в частности. Сейчас вы являетесь старшим преподавателем кафедры религиоведения КФУ. Можете поподробнее рассказать, чем конкретно вы занимаетесь, какую именно область вы преподаете? Тоже очень хороший вопрос. Спасибо большое. В религиоведении есть вот такая у нас сложность. Я пользуюсь случаем, пожалуюсь сразу, много лет уже существует наша кафедра. Религиоведение как наука, в принципе, развивалось в рамках философии, философского знания, и это фактически такое подразделение философии. Здесь, если уже говорить таким бюрократическим языком, первонартиально религиоведение было в шифре философии. То есть, вот есть философия, и подразделение философии фактически было религиоведение. Сейчас ситуация несколько меняется, но, тем не менее, в момент, когда происходит приемная кампания, большинство абитуриентов, буквально, безусловно, боятся приходить к нам на кафедру учиться, потому что воспринимают кафедру религиоведения как такой филиал либо русской православной церкви, либо филиал какого-нибудь там духовного управления мусульман Татарстана. То есть, вот, опять же, буквально мы, каждый из сотрудников кафедры работы, в том числе и в приемной кампании, сидим в фойе и в мраморном зале, так называемого, второго корпуса Казанского федерального университета и отвечаем на вопросы абитуриентов, родителей, которые хотят к нам поступать, приглашаем их к нам на кафедру. И нередко бывает такое, что родители говорят, ну вот, например, приводят девушку такую же симпатичную, милую, как вы, и говорят, вот, моя дочь, сможет ли у вас учиться? Мы спрашиваем, а что, неужели вы сомневаетесь в когнитивных способностях вашей дочери? Говорят, нет, нет, ну как бы, вот, я не хочу, чтобы она ходила там в платочке, не хочу, чтобы она ходила вся закрытая там и так далее и тому подобное. Поэтому, к счастью или к сожалению, кафедра не занимается религиозной пропагандой, не занимает подготовкой батюшек, не занимает подготовкой мулы и так далее и тому подобное, но все почему-то боятся именно этого. Сколько бы некоторые боятся, некоторые ожидают, что вот они сдадут своего ребенка и через 4 года он будет там высококвалифицированным либо имамом, либо, соответственно, батюшкой. Но, вопреки ожиданиям, мы занимаемся подготовкой, условно выражаясь, светских теологов, светских религиоведов, кто это такие? Это специалисты по религии. То есть, у нас есть два направления. Одно – это религиоведение, другое – теология. Разница между ними, с одной стороны, не принципиальная, с другой стороны, как говорится, там, совокупность мелочей, которые, собственно говоря, вот в этой совокупности могут сильно менять общую картину. Религия эта занимается изучением религии преимущественно не монотеистической, то есть, как бы вообще всех религий, не делая акцент на какой-то одной и конкретной, и вот, собственно говоря, они имеют общее представление обо всех и каждом. Но, опять же, повторюсь, я преимущественно делаю акцент на немонотеистической традиции. А теологи, у нас есть два профиля – исламская теология и христианская теология, они занимаются изучением, собственно говоря, во-первых, монотеистической традиции, так называемых авраамистических религий, во-вторых, согласно профилю, христианская теология занимается преимущественным изучением христианства, исламская теология, по понятным причинам, преимущественно ислама. Вот и ваш покорный слуга в том числе как раз работает на исламской теологии. В основном моя нагрузка как раз именно там. И предметы, которые у нас есть, это от, условно выражаясь, таких классических исламских дисциплин, типа короноведения, типа хадисоведения. Хадисы – это высказывания, поступки и молчаливое одобрение пророка Мухаммада, который, собственно говоря, пророк ислама. Есть целый наук, который занимается изучением того, что он говорил, как он поступал там и так далее. В том числе есть такие с очень наукообразным страшным названием систематической теологии конфессии. Это наука, которая занимается изучением вопросов вероубеждения, то есть или креда, то есть вот то, во что и как верят в данном случае мусульмане. Ну и есть такие общие, скажем так, даже востоковедные дисциплины, типа истории ислама. История ислама у нас тоже подразделяется на несколько различных направлений, то есть общая история ислама, история ислама в России и так далее, тому подобное. Ну и, безусловно, арабский язык. Арабский язык у нас очень важный инструмент, то есть потому что арабский язык фактически это вот такой ключ к двери вообще в весь исламский мир. В широком смысле этого слова, как бы вы его не собирались изучать. Либо с точки зрения религиоведения, теологии, этнографии, архивоведения, я не знаю, всего что угодно. То есть археология может быть тоже, археология тоже, да, арабский очень древний язык, поэтому и здесь он пригодится. Возможно, проблема малого количества студентов на вашей кафедре обусловлена просто непониманием большинства практического применения этого и каких-либо перспектив в плане работы дальнейшей, потому что непонятно, обыватель может быть непонятный, кем быть дальше после этого обучения. Ваше мнение какое, Евгений? Стоит ли вообще пытаться поддерживать жизнь религиоведения через популяризацию этой науки и насколько вообще в стране и в мире востребованы эти специалисты? Ну, я здесь заинтересованное лицо, поэтому, конечно, очень востребованы, очень-очень нужны. Здесь, на самом деле, можно, наверное, на каком-нибудь конкретном примере попытаться дать ответ на ваш вопрос. Чем вообще может заниматься религиовед, допустим? То есть, возьмем гипотетическую ситуацию. Где-нибудь в условном Спасском районе Татарстана, значит, коллектив, там, христиане пришли целой группой к главе района и говорят, мы хотим поставить поклонный крест на въезде в Спасский район. Потому что, как бы, это вот таким образом будет благословение Господне и вообще очень полезно и ценно, и всем будет хорошо. Глава района говорит, хорошо, мысль хорошая, это очень позитивно, давайте построим. Значит, вывешивают объявления на госзакупках, вот это вот все, то есть, как бы, об этом узнает, собственно, мусульманская община и говорит, погодите, как бы, а мы здесь что будем делать, то есть, как бы, мы не хотим никаких поклонных крестов или у нас паритет в республике, давайте, ну, что-нибудь, у нас нет поклонного полумесяца, то есть, как бы, сделать что-нибудь аналогичное, то есть, как бы, мы хотим тоже, чтобы наше присутствие было как-то обозначено, и это такая же христианская земля, как и мусульманская, то есть, как бы, или в обратную сторону такая же мусульманская, как и христианская земля. И в данном случае глава Спасского района головой так покрусит, покрусит, а что делать-то и непонятно. И здесь, собственно говоря, выходит религиозный, говорит, я знаю, что делать, и рассказывает, как в такой ситуации поступить. Как раз это вот такая, может быть, опять же, медиация здесь не совсем подходящее понятие в данном контексте, но это, опять же, с некоторой натяжкой и условностью можно назвать медиацией. Религиозный нужен здесь. Более того, если говорить о более маргинальных каких-то примерах, например, опять же, работа теологов, такая же история. Наши выпускники, они не то чтобы гипотетически нужны, есть, ну вот слово «каждый год», наверное, может быть, будет не совсем правильно, но почти каждый год пусть будет так. У нас есть те, кто устраивается на работу в разного рода муниципальное образование, от каких-то там городских до каких-нибудь, собственно говоря, там министерств и так далее и тому подобное. Там, условно говоря, министерств культуры, нужны специалисты по религии для того, чтобы как-то вот организовать культурно-массовое мероприятие около мусульманского характера. Вот только что проходил Роза Байрам, где специалист, который подскажет, как все это правильно сделать, с точки зрения, вот чтобы, как говорится, никого не обидеть и, если что, ответить на какие-то вопросы, которые будут возникать у представителей мусульманской общины. Или, условно говоря, там, в аппарат президента для того, чтобы регулировать встречи с представителями мусульманских стран. Как можно одеваться, как нельзя одеваться. То есть, каков протокол, каков, условно говоря, дипломатический ритуал того, как можно и нужно себя вести. То есть, допустим, опять же, из таких вот совершенно расхожих и популярных моментов. Все знают, что с точки зрения требований ислама, мужчина не имеет права прикасаться к женщине, посторонне для него, то есть, посторонне, в смысле, не из его семьи. И вот, допустим, президент, теперь уже Раис, то есть, республики, встречаясь с делегацией, например, из Объединенных Арабских Эмиратов, в составе которых будет женщина, то есть, как бы, он что должен? Он всем ужмет руки, а женщине как он должен по отношению к ней, как поступить? Вот, собственно говоря, здесь тоже выходит теолог, у которого там за спиной развивается плащ, он говорит, я сейчас скажу, как вам правильно сделать, и говорит. Поэтому такого рода специалисты, они будут нужны всегда. Почему? Потому что, в принципе, гуманитарное знание никогда не умрет, и здесь, как говорится, пусть цветут все цветы. Я очень рад и благодарен вам за то, что вы занимаетесь таким замечательным делом, как популяризация науки. Это очень важно, это очень нужно, тем более в рамках гуманитарного знания, потому что гуманитарное знание, в принципе, предполагает такую очень широкую эрудицию. Чем мы больше с вами знаем, тем, извините за дежурность фраз, больше горизонта наших познаний, тем лучше мы представляем, что мир не черно-белый, и тем проще нам найти контакт друг с другом, тем проще нам жить друг с другом вместе, понимая, что мы все разные, и это хорошо. Замечательные слова. А сейчас я предлагаю, прежде чем перейти к основной нашей теме сегодняшней беседы, раскрыть несколько терминов. Например, можете, пожалуйста, раскрыть понятие исламского мистицизма? О, сейчас это мое любимое, прямо, исламский мистицизм. Что такое исламский мистицизм? Его можно определить, наверное, в таком, если кратком варианте, и в одном предложении, это мистика, аскетическое течение в исламе, где под мистикой можно понимать нерациональное или иррациональное, или арациональное познание Бога, а под аскетизмом нужно понимать такую, в кавычках, духовную гимнастику, что это значит? Что значит нерациональное познание Бога, и что такое духовная гимнастика? Нерациональное познание Бога – это как раз идея о том, что при помощи рацио, при помощи разума, мы можем познать Бога до определенной границы. То есть, как бы, вот рационное смыслить божественную сущность мы можем до определенного предела. А дальше, говорит суфизм или, собственно говоря, мистический ислам, нужно познать его более универсальным инструментом познания. А что может быть более универсальным инструментом, нежели разум? Это сердце. Вот сердце – это если разуму легко обмануть, то сердце не обманешь. А как это разуму легко обмануть? Вот же вот как бы есть логика меня не обмануть. Я прочитал много книг, я вот умею, что называется, в рациональном мышлении и так далее. Добрые девочки суфи, а это, собственно говоря, те, которые являются практикующими представителями вот этого мистического ислама, говорят, ну, позвольте, коллеги, вот есть бесчисленное количество примеров обмана зрения, например. Мы там смотрим на картинку, я не знаю, где, значит, слоны и две линии. Значит, одна горизонтальная, другая диагональная. И вот слоны, они одинакового размера, но вот обман зрения говорит нам из-за того, что линии разные, как будто бы слоны один побольше, другой поменьше, как говорится. Вот разум только что обманул. То же самое мы можем сказать с какими-то примерами с слухом, там, не знаю, обонянием, осязанием и вкусом, и вообще любые органы чувств можно обмануть. А вот сердце обмануть нельзя, потому что, собственно говоря, разум, он учится на основе каких-то внешних факторов, то есть как бы, там, будь то, опять же, извиняюсь за повторение, осязание зрения, там, обоняние и так далее, а сердце, оно, как говорится, не нуждается в каких-то таких промежуточных звеньях, то есть как бы, оно знает само. То есть как бы, задача суфия в данном контексте, задача представителей вот этого мистического ислама, в том, чтобы научиться слышать сердце, научиться слушать сердце, и в этом, собственно говоря, есть вот это вот, в кавычках, мистическая составляющая. В этом есть мистический элемент мистицизма, то есть как бы, познание Бога нерациональным путем. А под аскетизмом нужно понимать не столько в таком вульгарном смысле, в буквальном понимании, как отказ от благ этого мира, сколько непривязанность к этим благам. Есть такая замечательная фраза, внутри суфийская, как говорится, сами суфии, собственно говоря, понятие аскетизм и объясняют. Зух, то он называется по-арабски. Вдруг кто-то из, значит, специально обученных людей будет смотреть это интервью, скажут, почему он ни одной фразы по-арабски не сказал. А я скажу, значит, зухт – это джасидун фиддуня, кальбун фидахера. Прошу прощения, прям заволновался немножечко. Джасидун фиддуня как раз это телом, собственно говоря, вот нашим корпусом, то, что, собственно говоря, нашим телом находится. Фиддуня в этом мире, в мирском мире, в бренном мире. Кальбун фидахера – сердцем в мире потусторонним. Следующим, собственно говоря, загробным. Загробным, может быть, не совсем корректно. Мусульмане в гробах не хоронят. За табутным, что ли. Ну, не знаю, как будет загробный по-мусульмански. Замогильный. За, короче, другой мир. Вот что это значит. То есть, вы можете быть бесконечно богатым, но вы не будете иметь привязанности к этим благам. Есть они у вас, вы мультимиллионер. Вы, говорит, ну, слава богу, я мультимиллионер, значит, у меня больше возможности помочь добрым людям, какие-нибудь гуманитарные проекты, благотворительные программы и так далее. Нет у вас ничего и есть нечего, вы тоже, ну, слава богу. Значит, я освобожден от этого испытания богатством, допустим. Я наобум придумываю причины, которыми можно было бы себя успокаивать. Поэтому аскетизм в рамках суфизма предполагает непривязанность к благам этого мира. Поэтому, резюмируя, мистика, аскетическое течение в исламе, то есть, или суфизм, или исламский мистицизм, это мистика, аскетическое течение в исламе, где под мистицизмом понимается возможность нерационального познания бога, а под аскетизмом вот эта вот духовная гимнастика, которая как раз помогает вам накачать, условно выражаясь, вашу духовную мускулатуру. Получается, суфи могут также иметь какие-то блага материальные в жизни? У них нет каких-то предписаний и запретов на этот счет? Или есть какая-то у них специальная заповедь, в которой прописано то, что там не придерживайся каких-то материальных благ в жизни? Или такого у них нету строгого? Замечательный вопрос. Спасибо большое. Здесь было бы, наверное, нечестно говорить, что да, у них есть такая заповедь, или нет, у них нет такой заповеди. Просто потому, что суфизм очень многогранен, крайне разносторонний, собственно говоря, как и сам ислам. Суфизм, в принципе, это вот такое вот нечто автохтонное, нечто неотъемлемое от ислама. Поэтому так же, как и ислам, бывает максимально разнообразным, многогранным и так далее, суфизм аналогичен. Есть суфийские братства, тарикаты они называются по-арабски, суфийские группы, по-другому их можем назвать, которые говорят о невозможности наличия каких-либо благ. Почему? Потому что они, в принципе, вас отвлекают от богопоклонения и так далее. Причем для того, чтобы эти блага заиметь, вы должны тратить свое время, а их всего 24 часа в сутках, как говорится, на то, чтобы работать и зарабатывать. И вы преступно тратите часы на какие-то вещи, обусловленные заигрыванием со своим собственным эго, со своими собственными страстями и желаниями и так далее, вместо того, чтобы потратить эти часы на поклонение Всевышнему. Поэтому есть суфийские школы, суфийские группы, течения, братства, которые говорят о невозможности богатства вообще как такового, потому что вы тратите на это время. Есть группы, и таких здесь тоже у меня статистики нет, но вот по моим внутренним ощущениям, большинство, которые говорят о том, что богатство – это не только допустимо, но и нужно. Потому что богатый мусульманин в данном случае сможет сделать намного больше, чем бедный мусульманин. Богатый сможет помочь большему количеству людей, а бедный, грубо говоря, только самому себе. Вот поэтому есть и так, и так, если говорить, опять же, обобщать здесь, опять же, наверное, к счастью, нежели, к сожалению, не приходится, потому что групп очень много, они крайне разнообразны. Но если, опять же, не быть голословным, и говорить на примере суфийского братства Нагжбандия, Нагжбандия, пример, с 14 века, начиная, вот несколько пересмыслила эту концепцию и сказала, что нужно зарабатывать деньги. В принципе, Нагжбандия, извините за занудство, как раз вот таким ипониемым основателем этого братства суфийского является Бахадин Нагжбанд, фактически он и сделал Нагжбандию популярной по причине того, что он сам был ремесленником, по причине того, что разрешил суфиям заниматься ремеслом и зарабатывать деньги. Сказать об этом в несколько упрощенном форме, но примерно мы так и можем говорить. Поэтому суфизм говорит о том, что богатым быть можно, в некоторых случаях нужно, но не обязательно. Как можно быть богатым, работая всего 4 часа в день? Да, как заработать, не работая, как говорится? Да, это вопрос больше каким-нибудь популярным пабликом ВКонтакте, типа того, что нужно работать не 8 часов в день, а головой и вот это вот все. Поэтому я не знаю, если бы я знал, как работать 4 часа и зарабатывать, я бы зарабатывал, как говорится. А так здесь у суфиев, если мы все еще говорим про суфизм, как говорится, есть такой аспект. Опять же, например, возвращаясь к тому же самому, помимо-то уже Бахадин и Нокшабанду, он сформировал такой концепт, как раз хальват дарандюман называется на фарси. Буквально это дело можно перевести, как уединение с Богом, в смысле, в толпе. То есть вы, находясь в группе людей, находясь, собственно говоря, в социуме, в широком смысле слова, все равно ощущаете себя наедине с Богом, как если бы вы были условно-железом, в какой-нибудь келье, когда ничто и никто вас не отвлекает. Поэтому в данном контексте вы можете работать, вы можете быть, опять же, в данном случае, каким-нибудь, не знаю, чеканщиком, вот, собственно, Бахадин и Нокшабанду был чеканщиком, но при этом, то есть вы заняты какой-то мирской, если можно так говорить, с работой, но тем не менее своим сердцем, своим помыслами, своими стремлениями вы с Богом, вы читаете какие-то словословия в адрес Бога, вы, собственно говоря, буквально все слова заняты поклонением. Тем более, что как бы суфизм говорит, потому что если вы, в кавычках, все правильно делаете, то буквально каждый ваш вздох будет считаться поклонением. То есть вот, например, вся природа тоже дышит, там какой-нибудь вулкан, например, извергается, он, на самом деле, когда извергается, говорит «го-го-го-го», вот так вот. А «го-го» – это вот, собственно говоря, арабское слово «го», это «он», и это вот самое собирательное, он с большой буквы, безусловно, самое собирательное слово, понятие, термин, которое может включать в себя все возможные имена, проявления, качества, качества, атрибуты Всевышнего. То есть поэтому вся природа, собственно говоря, буквально дышит словословием в адрес Всевышнего, и человек, если настроит в кавычках себя вот на нужный лад, будет тоже, собственно говоря, заниматься словословом Всевышнего, чем бы он ни занимался. Замечательно, что суфистом такой разносторонний и не имеет каких-то очень строгих рамок ввиду своей большого количества различных групп, семейств, направлений, течений. И вот мы затронули, получается, какой-то образ жизни суфистов. Можете подробнее рассказать вообще про него, как у них проходит, возможно, день, чем они в основном еще занимаются, помимо молитвы и какое-то сближение с Богом? Тоже замечательный вопрос, и у меня прям как раз планы на жизнь написать книгу по всей жизни суфия. Вот мы с коллегами тоже уже не первый год надеемся это сделать. Есть разные мнения, опять же, в зависимости от того, каких суфиев мы будем брать. То есть вот, может быть, может быть, широкому, как говорится, читателю, зрителю будет более показательным образ жизни, например, организации Талибан, которая, в основном, это российская организация, запрещенная на территории Российской Федерации, вот это вот все, но, тем не менее, является официальным правительством в Афганистане на сегодняшний день. И вот Талибан буквально переводят, собственно говоря, студенты, то есть с арабского переводится, причем? Потому что они студенты университета, это вот представители суфийского братства. Это вот такие, самые, что есть, значит, как корректнее это дело сформулировать, слово правильно, может быть, не совсем уместно, самые корректные, традиционные, вот отлично понятие в данном случае, самые традиционные суфии, которых можно представить, с одной стороны. как выглядит жизнь среднестатистического представителя Талибана. Вот можно где-то, как там, из телевизоров всяких это дело узнать, как говорится, ничем интересным особо он не занимается, особо не учится, как говорится, может проводить время в таких, условно выражаясь, праздных деяниях, которые будут в кавычках прикрываться, если извините за ангажированность высказываний, какими-нибудь там квази-богопочитательными практиками, типа того, что там может там почитать Коран, слишком общие, давайте я поясню. Есть такое понятие, значит, в исламе и в суфизме в частности называется тавакуль. Тавакуль переводится на русский, обычно, как упование на Бога. Есть такой хадис, высказывание Брука Мухаммада, в котором говорится о том, что если бы вы, люди, в смысле, правильно практиковали вот это упование тавакуль, то вы были бы подобны птицам, которые утром, собственно говоря, улетают с пустыми желудками, а вечером прилетают с полными желудками. Здесь, собственно говоря, можно найти какие-то аллюзии на евангельское предание и так далее, схожего характера из высказания Иисуса Христа. И как его понимают некоторые дядечки суфии, как говорится, понимают его буквально. Сказать, вот я, значит, с утра просыпаюсь, сажусь, откинувшись, значит, на стул и сижу, жду, как бы там та-та-та-та-та-та-та, как бы сейчас Бог мне что-нибудь пошлет. Может быть, собственно говоря, в этот момент, чтобы Бог послал побыстрее, нужно какие-то, значит, молитвные формы произносить. Может быть, читать Коран, может быть, заниматься зикром богопоминанием и так далее, и так далее. И потом, понятное дело, навряд ли это что-то, еда перед вами материализуется, хотя почему бы и нет, как говорится. Я понимаю, что там прецеденты в истории были, когда там Дева Мария, которая жила при храме Соломона, собственно говоря, у нее там была маленькая келечка, и вот ее, это все в рамках исламской традиции, это вот такие сквозные истории, собственно говоря, с библейскими сюжетами, когда Захария, который, собственно говоря, в коронеческой традиции Закария, приходил ее навещать, он был ее наставником, воспитателем и по смыслу дядей, находил у нее, собственно говоря, какие-то продукты, которые были не по сезону и вообще из ниоткуда. У нее там, собственно, ее рацион был очень скуден и прост, как у служительницы храма, и Захария спрашивала, откуда это у тебя? Она говорит, у меня анделля? Она говорит, от Всевышнего, говорит, и сэмисис, все за вопросом, говорит, откуда еще? Ты в случае с Девой Марией это там материализовывалось, приносили ли это ангелы, там еще что-то, это уже вопрос второстепенный, не думаю, что ребята, которые практикуют Таокуле в таком буквальном понимании настолько высокомерно полагают, что Всевышний будет отправить им ангелов для того, чтобы те принесли им еду, но так или иначе, вот вы сидите, занимаетесь, значит, словословием в адрес Всевышнего, тут тук-тук-тук стучат в дверь, как бы там, значит, вы открываете, а там говорят, слушай, брат, я тут купил, значит, эти, пять килограмм яблок и понял, что я столько не съем, на, он тебе, значит, два килограмма, там, вы говорите, о, там, субхала, все здорово, спасибо большое, только вы сели, значит, закрыв дверь, тут у вас стучат, говорят, ой, тут и вот, значит, пироги лишние остались, там, вот, не выкидывать же, вот тебе принес, и вот так, собственно говоря, вы к концу дня окажетесь сытым, как говорится. Поэтому, извините, долго отвечаю, но, собственно говоря, если говорить о повседневной жизни суфия на сегодняшний день, например, есть группа, которые практикуют вот это вот, в моем понимании, некорректное понимание, извините, за тавтологию, Тавакулева, Паванина Всевышнего, почему? Потому что есть множество разных дополнительных к данному случаю преданий, чтобы некорректно делать какие-то такие генеральные выводы, как говорится, выводить какие-то максимы из отдельных высказаний про Кумхаммада, есть сюжет, чтобы, опять же, не быть голословным, связанный с Умаром, это второй праведный халиф, так называемый, это один из ближайших подвижников Рок Мухаммада, как-то, когда он был правителем в Медине, некто из бедуинов приехал в Медину, на тот момент это столица халифата, спешился, спустился с этого верблюда, собственно говоря, и пошел по своим делам. Умар, собственно говоря, халиф, говорит, родной мой, ты куда пошел? В верблюда привяжи, он же сейчас у тебя уйдет в пустыню. Ну, говорит, эй, товарищ мой, ты сначала верблюда привяжи, а потом упованье на Всевышнего. И традиционное исламское представление говорит о том, что упование на Бога это делать все завище от себя, а результат оставлять на Всевышнего. Вот в данном контексте есть другая группа суфьев, которые в рамках своей последней жизни говорят, вот я, как говорится, буду из кожи вон лезть, стараться сделать все, что от меня зависит, а вот результат, как бы, как это все закончится, к чему все это дело приведет, это вот вне моей власти, вне моей компетенции. Поэтому вот здесь я уповая на Всевышнего, что как бы исход будет лучшим из всех возможных, как говорится. Поэтому, опять же, повестневная жизнь суфьев будет отличаться от личных качеств этого человека, в принципе, и от того братства, к которому относятся. Например, все, заканчиваю, последняя реплика, извините, пожалуйста, в Египте тоже, пока я жил, подходит на улице просто в одном из, как раз, мистер Акадима, старом городе, дядечка, такой, как бы, вот очень потрепанный, значит, одежде, запылившийся весь, и говорит, родной мой, я, говорит, суфий, дай мне денег, пожалуйста. Я говорю, я не понял, как у вас первое и второе между собой связаны, он говорит, ты не понимаешь, как бы, вот мы, суфий, значит, посвящаем себя поклонению Всевышнему, благодаря нам, живые вы в том числе, потому что, собственно говоря, если в обществе есть какие-то праведники, то Всевышний не уничтожит это общество, поэтому, как бы, может быть, ты сытно ешь и мягко спишь, просто потому что мы здесь существуем, вот так вот, как бы, властью в свое, как говорится, жалкое существование, но мы не жалуемся, нас все устраивает, как бы, такова наша миссия, как говорится, поэтому ты вот просто свою лепту внеси, денег дай, как бы, и живи дальше, как бы, не задумываясь о таких сложных вещах. Вот. Дали ли вы деньги? Не помню. Хорошо. Считается, кстати, что суфи, это друзья Божии, и они имели, как раз-таки, колоссальное доверие к себе со стороны как общества, так и власти. Ну, это мы видим, вот как раз-таки, на вашем примере, то, что этот мужчина сказал то, что люди, получается, ему доверяют, и каждый человек по своей сути может внести какую-то часть своей помощи в это происходящее их какое-то общение с Богом. И вот такой вопрос. Они действительно ли могли как-то позволять себе критиковать власть? Исходило ли это им с рук? У вас просто вообще все вопросы не в бровь, а в глаз, как говорится. Мы можем говорить о том, что суфизм существует примерно полторы тысячи лет. За это время он пережил большое количество разного рода метаморфоз и отношений к себе в том числе. Поэтому есть мнение. Опять же, один из ведущих представителей по суфизму это Александр Дмитриевич Кныш, очень любимый авторитет, как говорится, поэтому я буду ссылаться на него. И в первую очередь, опять же, чтобы вдруг кто-то скажет, а с чего взялся, откуда, какие у тебя источники. Вот Кныш, пожалуйста. Он, причем даже Александр Дмитриевич, мне посчиталось с ним быть лично знаком, несколько корректировал свое представление о суфизме, о его истоках и так далее. Так вот, к чему все это было там? Потому что, считается, что первоначально суфизм, в принципе, формировался в качестве такой протестной группы властям, потому что суфи критиковали власти за их коррупционность, за их значит не хочется говорить каких-то вот таких ругательных слов, как говорится, увлеченность страстями, за их забывчивость, за то, что они забыли те цели и задачи, которые на властях лежат в принципе. То есть, занимаются обеспечением собственного благополучия, а не благополучия народа в общем и целом, как говорится. Поэтому здесь первоначально суфи были в числе условных таких оппозиционеров, но как раз вот Самир Акулала начинает очень значимый такой шейх, лидер, глава суфийского братства Нагжабандия, который решил, что суфий сможет улучшить, наверное, здесь такое слово можно использовать, улучшить власть, или лучше, так сказать, не столько улучшить власть, а улучшить ситуацию в общем и целом, если он будет влиять на общество через власть имущих. Одно дело, вы где-то там у себя на низовом уровне пытаетесь мир к лучшему изменить, другое дело, вы не только на низовом уровне, собственно говоря, но и сверху, в том числе, насаждая доброе, вечное, светлое, будете пытаться изменить вселенную, как говорится. Поэтому, наверное, опять же, примерно с 14 века начиная, суфии пытались очень активно как-то вмешиваться в политические процессы, есть разные мнения на эту тему, если говорить про наш регион, как говорится, в частности, хан Золотой Рды, хан Узбек считает, что принял ислам под влиянием суфийских шейхов, суфийских старейшим, глав суфийской общины, как говорится, там ильхан Беркей еще в более ранний период, как говорится, тоже вроде как принял ислам и тоже вроде как под влиянием суфийских шейхов, то есть, тогда еще Тариката Кубравия. Поэтому, насколько реальным было влияние суфийских шейхов, суфийских глав вот этих вот братств на власть имущих, вопрос открытый, как говорится. Почему? Потому что все эти элементы о том, насколько он был влиятельным, все эти истории, они преимущественно упоминаются в условных таких о географиях, о житиях святых, если калькированно опять же это дело называть. То есть, в книгах о жизни какого-то суфийского подвижника, которые написаны сторонниками этого суфийского подвижника. Понятное дело, там он будет описываться прям очень таким выделительным и серьезным человеком, поэтому вот как бы все, значит, прям признавали его авторитет, все, значит, приходили к нему там учиться и так далее и тому подобное. Но на излете, скажем так, максимальное влияние суфизма, наверное, это был, собственно говоря, 20 век к периоду, ну, фактически, да, к революциям. Вот в частности, мы можем здесь брать всякую великую октябрьскую, собственно говоря, революцию социалистическую, как некий рубеж, наверное, да, начиная с этого момента, в первой четверти 20 века суфизм теряет свое влияние, но вот до этого, например, один из последних султанов и халифов Османской империи, Абдуль-Хамид хан Второй, вот он считается мюридом, то есть учеником, послушником одного из османских суфийских шейхов, Зиадин Гумишханови, что вот он вроде как прям к нему приходил, то есть, будучи халифом, уже будучи правителем огромной империи, приходил, очень смиренно выслушал, очень смиренно, как и все, как и рядовые, собственно говоря, обыватели, сидел в одном ряду со всеми остальными, и вот всякую суровую критику от него тоже получал, выслушал. Насколько реальность отражала вот такое положение дел, повторюсь, вопрос открытый. поэтому Резюмира в начале суфизм формировался как некая оппозиция власти, критикуя разнужденность, критикуя, собственно говоря, погруженность в коррупцию и какие-то, значит, страсти, подверженность страстям и так далее, так далее, то есть, как бы, критиковали власть имущих за то, что те отказались от первоначальных исламских постулатов, не то, чем, не то, что пропадал пророк Мухаммад, помогать ближнему и так далее, и так далее. Впоследствии суфи, фактически, спустя 4-5 веков, видимо, понимая, что через власть можно добиться куда большего, чем не прибегая к ее помощи, они стали активно вмешаться во внутренние внешнеполитические события и, наверное, как раз там с 15 века где-то так начиная, пытались, по крайней мере, влиять на власть имущих, но насколько эффективно их это получалось, до конца непонятно. Получается, что правители были беспрекословными послушниками суфиев и не могли сказать им что-то против, поперек, или же были такие ситуации, что вот какому-то правителю не понравилось высказывание в его сторону от какого-то суфи, и он, ну, скажем так, под трибунал его Павел. Тоже хороший вопрос. Здесь, опять же, к счастью и к сожалению, нет какого-то одного ответа. Почему нет? В рамках суфийской традиции ситуация выглядит так, как вы описали. Правители это вот такие очень скромные, очень послушные ученики суфийских шейхов, как бы они вот прям все из себя такие очень правильные, хорошие, добрые и так далее и тому подобное. но если, как это корректно опять же обозначить, скажем так, политическая историография, если это не суфийская литература, а такая в кавычках светская история, она про этих суфиев ничего не пишет. Никто из условных значит летописцев правителей не пишет о том, что вот это такой правитель, у которого был такой замечательный учитель, который всех спас и помог за очень редким исключением. Если опять же брать в качестве примера историю Османской империи, еще до становления империи, значит, Мехмед Фатих, который завоевал Константинополь, вот он вроде как был учеником одного из суфийских шейхов, что вот буквально суфийский шейх его благословил, он был в составе войска, которое осаждал Константинополь, и вот он вместе с ними был, и вообще все они были суфиями, и по этой причине они и смогли захватить Константинополь, который никто не мог захватить. Или другие истории, которые рассказывают, в принципе тут нужно понимать, что очень сложно на данном этапе разделить, где заканчивается суфизм и начинается ислам, или где заканчивается ислам, и начинается суфизм, во многом, наверное, потому что это мое субъективное представление, во многом, наверное, потому что суфизм был, если не единственной, то самой популярной формой бытования ислама, и вот такая история, значит, рассказывает про Сулеймана Великолепного, все его знают благодаря турецким сериалам, собственно говоря, он как-то уезжая в очередной военный поход, значит, попросил построить мечеть Мимара Синана, я могу путать имена, прошу прощения, и сказал, что построю его с Алтым Минарея, типа, с золотыми минаретами, архитектор неправильно услышал, он услышал не Алтым, а Алты, типа, шесть, ну ладно, шесть, так шесть, и построил мечеть с шестью минаретами, на что, когда султан вернулся и увидел, что минаретов шесть, он возмутился, потому что у самой главной мечети всех мусульман, так называемой заповедной мечети, мечети пять минаретов, он говорит, ты что, как бы, хочешь меня показать, как человека, который превознес себя над, значит, самой главной святыней, что, как бы, я вот, как будто бы кручу всех стальных, и приказал ему, архитектора, отрубить руку, то, значит, опротестовал решение халифа, обратился в суд, значит, и судья, они, собственно, сидели вот так вот, поджав, значит, колени под себя, с такими, значит, длинными полами, вот, вот эта верхняя одежда, джубба, и, значит, судья сказал, что халиф не прав, как бы, и отрубили руку, на самом деле, дядечке, архитектору, есть такой понятик, колсас, глаз за глазу, за зуб, и говорит, типа, халифу тоже нужно отрубить руку, типа, потому что халиф не прав, как бы, он наказал, не имея на то права, и халиф, говорит, значит, раскрывая пол, вот, своей вот этой накидки, и показывая, что, оказывается, он не держится за эфис меча, и говорит, если бы ты, я прощаюсь к судье, сказал, сделал неправильный вывод, то есть, пришел к неправильному решению, опасаясь того, что, как бы, я халиф, и поэтому не должен подчиняться, собственно говоря, каким-то общим законам, я бы, тут же отрубил тебе голову, а тут, значит, открывает поло своего, халата этой накидки, значит, судья, и говорит, если бы ты, говорит, подумал, что я вынес неправильное решение, потому что ты халиф, и для себя законы, как-то работают иначе, я, говорит, тут же, говорит, отрубил тебе голову, и он тоже держался за эфис меча, поэтому, как говорится, времена были несколько другие, поэтому сложно, как говорится, оценивать, как картина выглядела на самом деле. Евгения, а вот вы упоминали о том, что имеются некоторые сквозные сюжеты, между каранскими историями и историями из Евангелия. Можете рассказать, есть ли какая-то связь между мистико-аскетическими движениями в исламе и другими религиями? Тоже замечательный вопрос, я постараюсь очень коротко, потому что на самом деле очень комплексный вопрос. Есть разные мнения на эту тему, и есть бесчисленное количество монографий и сочинений научных трудов на тему того, что из себя представляет суфизм. Есть мнение, что суфизм – это такой синкретизм, то есть это нечто смешанное и общее христианство и ислама, в частности, христианского монашества. Есть мнение, что суфизм – это буддизм, ислам, какой-нибудь зороастризм, манихейство, ислам, все что угодно, и индуизм, и ислам, просто потому, что какие-то общие элементы, какие-то параллели можно всегда провести с каким-то отдельным элементом. Есть даже книга отдельная, не знаю, сейчас, может быть, это уже не так популярно, на романе был очень популярен, Карлс Кастанедес, с его учением Дона Хуана. И вот есть отдельное сочинение на тему того, суфийские мотивы в учении Дона Хуана или суфизм, влияние мезоамериканских вермений на суфизм. Поэтому мнения есть разные, но традиционно, скажем так, позвольте, чтобы просто для краткости озвучить одно из самых популярных в данном контексте представлений, суфизм воспринимается как нечто вот такое автохтонное, собственно говоря, нечто неотъемлемое исламу течение. И прототипы, прообраз вот этого суфийского, значит, образа жизни, прообраз суфийского добродетеля и так далее в рамках классической суфийской традиции указывается не только в рамках жизни самого пророка Мухаммада, что как бы вот идеальный эталон, значит, жизни суфи, это жизнь пророка Мухаммада, но и его ближайших сподвижников, его, значит, там, вот, мусульман первых поколений. Поэтому мусульмане первых поколений не находились под влиянием каких-то инородных, и наземных культур, а если и находились, как говорится, то не могли себе позволить каких-то вот вот то, что в исламской традиции называется беда, запрещенное религиозное нововведение. Поэтому, собственно говоря, если есть какие-то параллели, то как это объясняет классическая, значит, исламская традиция? Объясняется таким образом. Первой религией на земле был монотеизм, вера в единого Бога. Почему? Потому что Бог создал Адама и Еву, Адам, собственно говоря, был первым пророком, он не только знал, что Бог есть, он видел Бога, собственно, он с ним общался, поэтому, собственно говоря, вот он буквально ходил и всем, ну как он, всем, своим детям, говорил о том, что Бог есть, и даже если вы его не видели, вот точно вам говорю, истинно, как говорится, вам говорю, все, вот монотеизм, вот вера в единого Бога и вот это вот все, как говорится. Но шло время, собственно говоря, количество людей увеличилось, их, скажем так, неправильное представление тоже со временем углублялись, и в конечном итоге мы можем сказать с некоторыми оговорками, что любые немонотеистические религии есть девиация, есть отклонение первоначального монотеизма. И, собственно говоря, вот этой идеей и объясняются параллели, которые существуют в разных религиях, течениях, и так далее, и так далее. То есть первоначально это вот одна глобальная идея, с которой приходили пророки ассоточки зрения исламской традиции. Пророков было там 126 или 250 тысяч человек, поэтому вот они приходили, рассказывали про то, что Бог есть, и что нужно отказаться от всяких заблуждений и так далее. И в течение времени люди это дело искажали, и получалось вот то, что получалось там. Например, опять же, чтобы не быть гласловным, Синхар Тагавутама, который считается основателем буддизма, есть мнение в рамках исламской религии, что это тоже один из пророков, например, потому что вот замечательный человек, и вот идеи, там они такие около монотеистические характеры, характер этих идей можно тоже там где-то усмотреть и так далее, и тому подобное. Поэтому, резюмирую, опять же, есть мнение, что суфизм возник под влиянием соседних религий, соседних, в смысле, с Аравийским полуостровом, в данном случае, или с Халифатом. Есть даже мнение, что суфизм, даже в рамках этимологии, там вот по-арабски называется суфия, и вот, по-моему, Беруни впервые это дело высказывал, что само понятие суфия это видоскаженная греческая софия, мудрость, то есть как бы и фактически суфизм синкротическая картина исламской традиции и древнегреческой классической эллинистической философии. Поэтому, вот, значит, либо это вот что-то ислам и что-то, там, буддизм, философия, там, значит, зарастризм, манихейство и так далее, и так далее, и есть другое представление, что это вот такое автохтонное, неотъемлемое, самостоятельное, самодостаточное, внутриисламское, не под тем влиянием не оказавшееся, самокси возникшее. Очень интересно, что всё-таки между собой все религии как-то перемешаны и при этом нету какого-то единого, однозначного ответа. Большое спасибо. И, пожалуй, последний вопрос. Что бы вы пожелали нашим зрителям, которые интересуются наукой? Какой сложный вопрос. Те, кто интересуются наукой, наверное, по крайней мере, в рамках гуманитарного знания. Наша ценность настолько высока, насколько мы сможем прочитать книг, желательно, разных авторов. Здесь важно, как говорится, никому не верить, относиться со здравой долей критицизма и скептицизма ко всему, что мы читаем в рамках современной научной картины мира о том, что объективные истины существуют и что в рамках каждого исследования это всегда субъективное представление. Поэтому, чем больше субъективных мнений мы узнаем, чем больше мы прочитаем, тем ближе мы к этой условной собирательной объективной истине приблизимся. Евгений, спасибо большое за столь увлекательную лекцию про ислам, про суфизм, про исламский мистицизм. Большое спасибо, что пришли на наш проект. А с вами, дорогие зрители, мы не прощаемся, а говорим до новых встреч на следующих лекциях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова